Во Владивостоке по тревоге подняли всю полицию. Угнан автомобиль. И владелец просто в панике. Внутри осталась его шестимесячная дочка. Выяснилось, что автомобиль вез эвакуатор. Но как можно было не заметить, что внутри ребенок и почему маленькую девочку родители оставили одну? Все это выяснила Ксения Колчина. Эти супруги забирают на штрафстоянке не просто свой автомобиль, еще и люльку с полугодовалой дочкой. Она спала на заднем сидении семейного минивена, когда машину эвакуировали. Семья припарковалась здесь, не выдержав положенных 15 метров от автобусной остановки. И отправилась в торговый центр, неподалеку оставив ребенка в машине. Эвакуаторщики утверждают, не разглядели ребенка в салоне за плотной тонировкой. На фото и правда кажется, что сквозь задние стекла можно увидеть лишь собственное отражение. Узнав о том, что машину с ребенком забрали, родители поспешили на арест площадку. Хочу рассказать, у полуатора подъехал, машину забрал и все. А там ребенок. А там ребенок в машине, да. А почему там ребенок находился? Ну, потому что ребенок спал. И? И? Ну, то есть машина стояла в неположенном месте с ребенком, да? Ну, получается так, да. С ребенком, к счастью, все в порядке. С момента эвакуации прошло не больше часа. Шестимесячная девочка, младшая в семье, из семерых детей. Родители не нашли с кем оставить малышку и отправились с ней за покупками во Владивосток из соседнего города Артема. Беспечность водителей, оставляющих детей в салоне автотранспортных средств без присмотра, может привести к непредвиденным последствиям. Машину с ребенком в салоне могут эвакуировать, похитить. С ней может столкнуться другое транспортное средство. Конечно, никто из родителей не желает ничего подобного своему малышу. 36-летнему водителю, отцу девочки, выписали сразу несколько штрафов. За парковку в неположенном месте и за то, что оставил ребенка в машине одного. Согласно изменениям в правила дорожного движения, внесенных в прошлом году, дети до 7 лет должны оставаться в автомобиле только под присмотром взрослого. К сотрудникам службы эвакуации претензий у правоохранительных органов нет. Ксения Курчина, Сергей Свистильников, Вадим Телегин. Вести. Владивосток.